На дворе 13 декабря, а это значит, что сегодня свой день рождения отмечает капитан золотой молодежки Баффало, один из лучших российских крайних нападающих, Владимир Тарасенко. Команда Fox Hockey по традиции продолжает серию публикаций, посвященную знаменитым хоккейным именинникам. Мы собрали для вас несколько фактов о Владимире, которых вы могли не знать. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Способности к спорту заложены у Тарасенко на генетическом уровне. Дедушка в свое время неплохо играл в футбол, а затем был директором детской футбольной школы. Отец Андрей Владимирович в прошлом известный хоккеист, а ныне тренер. Как видите, свои первые шаги в спорте Владимир делал под чутким надзором настоящих профессионалов. Хоккеем Тарасенко начал заниматься в Новосибирске, а зимы в Сибири довольно суровые, но дедушка приучил Владимира каждый день по 4 часа гулять на улице, даже если температура воздуха переваливала за минус 35. Да и получасовой путь до Дворца спорта с юных лет закалял в Тарасенко характер и только усиливал любовь к хоккею. В юности у Владимира неплохо получалось играть не только в хоккей, но и в футбол. Что удивительно, в обоих видах спорта он стремился стать вратарем. Но дедушка и папа отговорили его от этой гиблой затеи и тем самым не дали угаснуть бомбардирскому таланту Владимира. Вратарскую амуницию он пару раз надевал, но по собственному признанию после этого становилось страшновато, так как шайба летит с очень большой скоростью. Владимир на льду резок и способен оставить в дураках любого защитника своими скоростью и дриблингом. В обычной жизни, если верить супруге Владимира Яне, Тарасенко не столь быстр. Обычная прогулка по городу может превратиться в мучение, поскольку без коньков Владимир двигается довольно медленно. Во втором периоде, уже ставшим знаменитым финалом молодежного чемпионата мира в Баффало, Тарасенко очень больно досталась по ребрам. Капитан практически не мог дышать. Валерий Брагин даже предложил ему не выходить на лед в третьем периоде. Но Владимир не мог подвести команду и повел ее за собой, несмотря на жуткую боль. Кто перевернул игру и чем все закончилось, вы прекрасно знаете. Несмотря на ранний дебют во взрослом хоккее, успехи на юниорском и молодежном уровне, на драфте НХЛ Тарасенко был выбран лишь под 16 номером. Для Сент-Луиса это был большой успех, а вот чем думали менеджеры команд, выбиравших раньше и поставивших на таких персонажей, как Брэд Конноли, Александр Бурмистров, Дилан Макилрад и Джек Кэмпбелл, не совсем понятно. С легкой руки бывшего директора скаутской службы Сент-Луиса Ярнаки Калайнина Тарасенко получил прозвище «Танк». Однако самому Владимиру оно пришлось не по вкусу из-за ассоциации с войной. Тарасенко вообще не нравится прозвище. По его словам, они должны быть только у собак, а не у людей. Теперь Тарасенко за океаном называют исключительно Влади, как производная от имени. В 2015 году Владимир Тарасенко подписал Сент-Луис Блюз новый 60-миллионный контракт на 8 лет. Этот контракт стал самым крупным в истории франшизы, перекрыв соглашение Алекса Пьетранжело с его 45-ю миллионами на 7 лет. Справедливости ради стоит отметить, что Тарасенко пока сполна отрабатывает эти деньги. И ни у кого в менеджменте или в среде фанатов такие цифры вопросов не вызывают. Последний раз российский хоккеист засветился на обложке хоккейного симулятора «Энхэл» в 2007 году. Этой чести удостоился Александр Овечкин. Спустя 10 лет лицом игры стал Владимир Тарасенко. Не сказать, что это выдающееся спортивное достижение, хотя, как говорится, мелочь, а приятно. В завершении по традиции немного статистики. Серебряный призер юниорского чемпионата мира, победитель молодежного чемпионата мира, а также серебряный призер взрослого чемпионата мира. Трижды был участником матча всех звезд «Энхэл». Команда «Фокс Хоккей» поздравляет Владимира Тарасенко с днём рождения и желает приумножить количество личных и командных наград. Если вам понравилось это видео, ставьте свой поздравительный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте, при какой максимально низкой температуре вам доводилось гулять на улице в детстве. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok